Сейчас выставка, вчера только открылась, вот здесь она очень интересная, потому что она рассказывает о еде, как о культурном наследии. И этот вопрос, возможно, вы интересовались, возможно, знаете, что, например, одна из первых таких комплексных мест в реестре ЮНЕСКО по нематериальному культурному наследию занимает французская кухня. Потому что французы считают, что это уникальное явление культуры, которое передается в поколение к поколению и которое достойно того, чтобы считаться всемирным наследием. Законодательно считать еду в том числе культурным наследием решили в 2003 году. И вот мы эту тему решили развить на нашем выборском материале. Ну вот и развиваем. Получилось несколько крупных блоков в нашей листовке. Кроме национальных кухон нашего региона, ближайшего, да, это Карелы, Инген-Руан-Ланцы, потому что Петербург это и Нева, это место обитания нескольких народов финно-угорских. Ижор, Води, да, Вепса там чуть в стороне, вот, эстонцы тут же поближести. Поэтому мы тоже взяли такие кухни, вот, кроме русской, естественно, эстонскую, карельскую, значит, других финно-угров. И вот с этого начинается, как бы, разговор, как мы друг с другом знакомимся, правильно? Вот вы сегодня обязательно пойдете куда-нибудь перекусывать, да? Или уже были? Уже были. Уже были. Крендель, небось, уже видели выборский. Вот. Поэтому, значит, каждый, кто приезжает в какое-то место, спрашивает, а что у вас такого вкусного нужно, да, попробовать? Вот что вы тут особенного едите? Ну, основа кухни наших всех народов, поскольку центр нашей цивилизации это море, значит, то это, конечно, рыба в первую очередь. То есть, причем рыба не только морская, но и речная, и озерная. И грибы. Грибов значительно меньше. И вот совершенно поразительно, что кроме выборского кренделя, про него попозже, Выборг до войны считался центром употребления и продажи такого экзотического напитка, как кофе. Это, вот видите, мы кофемолки все вытащили, пока что из витрины. И вот решили про них отдельно поговорить. Почему? Потому что про кофе Паулик Вы, наверное, слышали, да? Есть разные его самые известные марки, там типа Юхла, Президент, все про него знают. Вот. В Выборге был до войны офис продаж фирмы Паулик. Вот. Он находился на улице с нынешним названием Ростовская, дом 5. Вот. И офис этот покрывал продажами всю Карелию, южную часть Фемензии. Весь Карельский перешейк, Сартовалу, все ближайшие зоны. И превосходил по объемам продаж хельсинский. Вот. И поэтому, значит, конечно, это было для Выборга очень почетно. Это во-первых. А во-вторых, на каждой улице здесь было кафе. Буквально. На один-два столика, может даже больше. И поэтому аромат кофе в Выборге витал везде. Точно так же, как и аромат булочек и кренделей. Вот. И Выборг считался кофейной столицей Карелии. нашего региона. У каждой хозяйки в доме была такая кофемолка. Потому что кофе сначала продавали не жареным, даже, да? А зеленый. Обычные вот белые зерна. Причем в больших емкостях. И вот фирма Паулик, про которую я начала говорить, они как раз стали такими пионерами в области продаж кофе. Почему такие рекордные продажи они устанавливали? Потому что они просто пошли навстречу потребителям. Стали продавать кофе, во-первых, обжаренным. Но до того, как они это стали делать, уже народ сам мучился. Посмотрите, в каких сковородочках специальных. Это кофе-жарка, между прочим, с ручкой, которая крутится вот так вот. И при жарке кофе перемешивается и равномерно обжаривается. Вот у нас это замечательная кофе-жарка. Первый раз мы ее показываем народу именно в рамках этой выставки. Вот. И потом кофе размалывалось в таких вот мельницах специальных. Ну и дальше уже заваривалось и потребовалось еще. Вот. Ну и несколько слов про культурное наследие, про крендел, чтобы вы понимали, почему он настолько известен в Выборге. И не только. И эта слава восстановлена в 21 веке, после длительного перерыва. А до этого, в конце 19-го, в начале 20-го века, о Выборгском кренделе, в общем-то, знали всех. Начиная со Льва Николаевича Толстого, Афанасия Фета. Они в переписке между собой сравнивали, например, стихи с Выборгским кренделем. В зависимости от формы. Как Фед писал, а иной выходит как Сайка, да, то есть булка другая, а иной как Выборгский крендел. Некрасов, Лесков, Успенский, Ахматова, Чуковский, Наталья Кончаловская, вот сын которой, например, мы знаем двух сыновей Никита Михалков и Андрей Михалков-Комчаловский. Это ее дети, вот она писала про Выборгский крендел. В общем, почти два десятка авторов наших русских мы можем назвать по этому поводу.